всем привет вы на моем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя и в этом видео я буду вязать вот такую вот шапочку меня заказали шапочку вот таким интересным узором и я решила что то сделать быстренько тоже на нее небольшой мастер-класс знаю что на ю тубе есть уже такие мастер-классы с такой именно шапкой но в моем мастер-классе я расскажу как немножко сэкономить на пряжи вот этот узор он очень любит покушать и на него уходит очень много пряжи поэтому я немножко решила его немножко обыграть эта шапка до вто то есть до стирки как она будет после стиркой как она смотрится на голове вы всегда можете посмотреть на моей странице в instagram ссылка на страницу всегда есть под каждым моим видео так для вязания этой шапочки нам потребуется по пряжи я поговорю расскажу немножко попозже вязать мы будем в две нити нам потребуется спицы номер четыре и глаз большим ушком маркер ножницы и сантиметровая лента вязать я буду вот из этой пряжи называется на супер софт от фирмы lanagatta это итальянская пряжа здесь по составу это стопроцентный меринос экстра файн цвет у меня 52 86 в матке 50 грамм и 125 метров вы можете использовать аналогичного состава пряжу с похожим метражом для шапки мне потребуется четыре таких матка поехали на спицы номер 4 я набираю обычным способом 90 петель плюс 1 для замыкания в круг шапку я вижу на окружность головы 52 54 сантиметра количество петель должно быть кратно 6 так как раппорт узора состоит из 6 петель набираем нужное количество петель самостоятельно набрали нужное количество петель замыкаем вязание круг смотрим чтобы вся дорожка смотрела вовнутрь нигде ничего не перекрутилась замыкаем в круг для этого снимаем первую набранную петлю и через нее спускаем последнюю набранную петлю вот таким образом подтягиваем наши ниточки теперь возвращаем на левую спицу снятую петлю вешаем маркер и начинаем вязать резинку один на один одна лицевая 1 изнаночная повторяем лицевая изнаночная так вяжем до конца ряда встретимся во втором ряду провязали первый ряд второй ряд продолжаем вязать резинку один на один лицевые как так как мы вязали а изнаночные я вяжу за заднюю стенку вот таким вот образом лицевая как обычно а изнаночную за заднюю стеночку если вы вяжете изнаночную классикой то тоже можно вязать классикой продолжаем вязать и так далее мы вяжем второй ряд и все остальные ряды вот таким вот образом резинку один на один пока ее высота не будет где-то 14 с половиной 15 сантиметров я провязала резинку нужной мне высоты у меня получилось 14 с половиной сантиметров переходим на узор спицы не меняем дальше мы вяжем резинку 3 на 3 3 лицевые 1 2 3 3 изнаночных 1 2 3 повторяем 3 лицевые 3 изнаночные так вяжем до конца ряда и так мы будем вязать 4 таких ряда и встретимся в пятом ряду провязали 4 ряда резинкой 3 на 3 вяжем пятый ряд дальше с 5 по 9 ряд и узор будет повторяться вяжем пятый ряд отсчитываем 4 петли вниз 44 четвертую дырочку из вытаскиваем рабочую нить вытащили теперь вяжем 3 лицевые петли 1 2 3 теперь из того же места мы достаем снова нашу рабочую нить и вытаскиваем ее на такое же расстояние чтобы они были одинаковые вот так у нас получилось дальше 3 изнаночные и снова повторяем из второй петли лицевой отсчитываем вниз 4 петли 4 дырочки 1 2 3 4 из 4 вытаскиваем рабочую нить вытащили дальше вяжем 3 лицевые петли 1 2 3 теперь из того же места мы достаем снова рабочую нить вот таким образом достали снова 3 изнаночные и так мы повторяем до конца ряда встретимся в шестом ряду узора провязали 5 рядов вяжем 6 ряд 1 у нас идет вытянутая петля мы ее перебрасываем на правую спицу дальше вяжем 3 лицевые петли провязали снова вытянутую петли и снова раппорт повторяется вытянутую петлю пересняли на правую спицу вяжем 3 лицевые снова вытянутую петлю пересняли на правую спицу и 3 изнаночные так вяжем до конца ряда встречаемся в седьмом ряду узора вяжем 7 ряд смотрите вот эту вытянутую петлю 1 мы разворачиваем и вяжем ее вместе с лицевой за заднюю стенку 1 лицевая и следующую вытянутую петлю мы вяжем вместе с лицевой с наклоном вправо как бы то с наклоном влево это с наклоном вправо дальше 3 изнаночные и повторяем берем вытянутую петлю разворачиваем развернули вяжем ее с 1 лицевой за заднюю стенку как бы с наклоном влево 1 лицевая и теперь вяжем вытянутую петлю с лицевой с наклоном вправо как бы и так далее мы повторяем до конца ряда так 8 и 9 ряд вяжутся одинаково вяжем все просто по рисунку 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 8 и 9 ряд мы так вяжем 10 ряд узора 10 ряд вяжется точно так же как 5 у 2 лицевой петли отсчитываем 4 дырочки отсчитали из 4 дырочки достаем рабочую нить дальше вяжем 3 лицевые и снова из того же места мы достаем рабочую нить вытягиваем петлю 3 изнаночные и так далее наш раппорт повторяется с 5 по 9 ряд дальше мы вяжем вот таким вот узором шапку до нужной нам высоты я буду вязать приблизительно где-то 27 27 с половиной сантиметров когда довяжу до убавления я сделаю замеры и вам покажу сколько сантиметров у меня получилось вяжем дальше самостоятельно встречаемся на убавках я провязала нужной мне высоты шапку мы сделаем замер полная высота шапка до шапки до убавлений у меня составляет 27 с половиной сантиметров приступаем к убавлением у меня последний ряд был где я провязывал вот эту выпить вытянутую петлю вместе с лицевой его довязываю до конца и следующий ряд у меня уже начнется с убавлениями убавлять я буду вот эти изнаночные петли и делать я буду следующим образом так смотрите последнюю петлю предыдущего ряда возвращаю обратно вешаю маркер и теперь лицевую и изнаночную мы вяжем вместе одной лицевой с наклоном вправо дальше одна лицевая снова эту лицевую разворачиваю и вижу с изнаночной вместе уже две петли вместе с наклоном влево вот таким образом дальше одна изнаночная и снова повторяю изнаночную разворачиваю и вижу ее с лицевой петлей одной петлей вместе с наклоном вправо 1 лицевая снова 2 петли вместе но с наклоном влево 1 изнаночная дальше изнаночную разворачиваю вижу две петли вместе лицевой с наклоном вправо лицевая лицевой разворачиваю вижу вместе с изнаночной одной петлей с наклоном влево так мы продолжаем убавлять до конца этого ряда провязали первый ряд убавления второй ряд второй ряд вяжем просто все петли по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными у меня здесь получается 3 лицевые 1 изнаночные снова 3 лицевые 1 изнаночная так вяжем до конца ряда встретимся в третьем ряду убавлений третий ряд убавлений я во втором ряду не довязала снова одну изнаночную петлю снова ее мы снимаем снимаем маркер возвращаем ее на левую спицу разворачиваем правильной стенкой возвращаем маркер вяжем две петли вместе одной лицевой дальше не идут двери лицевые их тоже вижу две петли вместе одной лицевой дальше снова у меня идет изнаночные ее снова разворачиваю вижу две петли вместе лицевой то есть в этом ряду мы вяжем все петли по 2 пей по 2 петли вместе одной лицевой так вяжем и до конца ряда это третий ряд убавлений встретимся в четвертом ряду я довязываю третий ряд убавлений маркер и следующий ряд у нас будет последний с убавлениями его мы тоже вяжем все петли по 2 петли вместе лицевой абсолютно все две петли вместе лицевой 2 петли вместе лицевой вяжем его до конца самостоятельно и встретимся на закрытии макушки так все я провязала последний ряд убавлений закрываем макушку обрезаем нить берем иглу с большим ушком и оставшуюся не протягиваем через все петли оставшиеся петли продеваем еще раз прячем внутри ниточки так вот и все шапочка у меня получилось тут у меня будет помпон шапка обязательно стираем прячем хвостики так и смотрим сколько высоты у меня получилось шапка полностью 29 сантиметров шапка такая вот шапочка обязательно стирайте ваши изделия это 99 процентов вашего успеха после стирки все петли выравниваются вязание становится еще ровнее и носить приятней и пряжа становится мягкой мягкой вот такая вот шапочка на этом все надеюсь мои видео вам было полезным ставьте класс подписывайтесь на мой канал всем пока